На улице Герцена праздник. И солнце светит как будто ярче. И даже ничего, что пыли много. Ведь это временно. А вот газопровод строят надолго. Экскаватор роет траншею. Главное другие трубы не задеть, по которым вода идет. Внимательность со стороны рабочих максимально. Со стороны жителей домовладений тоже. Это ваш водопровод? Да, мой водопровод. Я боюсь, что мне его не порвали. Вот стою рядом, смотрю, что люди ответственно относятся, пытаются мне его не порвать. Равно ждете газ? Три года здесь живу, так сказать. Три года, как бы и хотелось бы, чтобы был газ. Ну, будет хорошо. А сейчас чем пользуетесь? Дрова, дрова, дрова. Такая же картина на улице Паромной. Экскаватор пыхтит, старается. Жители интересуются проектом. Среди многочисленных черточек пытаются разглядеть трубы. Как их к дому подведут? Вот этот проволочек. Вот этот проволочек, когда сюда где-то. Вот 20-й номер. Там не 20-й, там, по-моему, 25-й у деда. А что вас беспокоит? Ничего не беспокоит. Меня беспокоит, как пройдет линия по мне газа. И все. Воздушка или вот будут копать. По частным дворам идет воздушка по стойкам. А когда вот так вот газопровод укладывается посередине улицы, здесь потом асфальтовое дорожное покрытие можно наносить? Конечно. Обратная засыпка траншеи производится с послойным уплотнением, с проливкой водой. Поэтому вполне, как бы, можно асфальт по улице постелить. Технические характеристики, в принципе, здесь газопроводы диаметром начиная от 225-го, заканчивая 32-е. 32-е – это врезки к домам, как правило. А некоторые, если большие дома, то врезка 63-го диаметра. Они не подвержены коррозии, пластиковые трубы. То есть, в принципе, у них там срок службы достаточно большой, не то что у остальных газопроводов. Работы по прокладке газопровода в Петропавловке ведутся в рамках второго этапа. Совсем скоро голубое топливо будет доступно для жителей порядка 20 улиц. В их числе Заводская, Роза и Люксембург, Колхозная. В настоящий момент начаты монтажные работы по строительству газопровода в заречной части города. По этапам газификации 1, 2 и 4. Территориальные участки проходят от автодорожного моста до ЖД-переезда. И от переезда с левой стороны от реки Ахтуба. Общая протяженность газопровода у нас составляет 18,5 километров. Поквачено будет у нас 598 частных домовладений. Отмечаем, что в этом году победителем аукциона у нас является организация из Ростова-на-Дону. Общество с ограниченной ответственностью строй-индустрия. С этим подрядчиком мы работаем впервые. Уверены, что работы будут выполнены надлежащим качеством. В соответствии со всеми действующими техническими регламентами. И соответствующие сроки. Сроки следующие. До конца февраля следующего года завершить все монтажные работы. К концу первого полугодия, 21 года, уже пустить газ в систему. И предоставить администрации города, как заказчику работ, итоговый акт приемки газопровода всеми надзорными органами. Татьяна Фомина, Татьяна Дубинина, Анатолий Калинкин, Ахтубинск ТВ.